Я постараюсь как-то связать то, что сейчас буду говорить с предыдущим своим сообщением, докладом. С одной стороны, с другой стороны, с темой дня. Вот, тема дня. Анализ последствий сдерживания развития энергетики. Вот, ну... Изложу некоторые представления свои, может быть, они сгодятся, частично где-то, о том, вследствие чего, вообще говоря, развитие необходимо. И что является его основанием. Две таких вещи. Но тут не знаю, не знал я, как все это изобразить. Изобразим так, вот. Пусть нечто происходит. Каким-то вот таким образом. Оно происходит, воспроизводясь, поскольку все устроено спирально-циклично, вокруг некоторого центра, из которого все началось. Это вот такие силы изображены. Так. Но одновременно все происходящее осознается. Осознается посредством такой атрибутивной функции сознания, как рефлексия. То есть, таким образом, значит, вот тут два плана я изобразил сотворенного. Это значит представляемое. А это представление. Это представление. Связаны они рефлексией, но обязательно существующие непрерывно. То есть, нечто происходит и одновременно понимается. И это находится в гармонии, в какой-то непрерывной связи. Ну, вот это как бы сотворение можно назвать развитием, таким универсумальным развитием. То, что происходит непрерывно, каждый, каждое мгновение и заполняет собой все. Вот. Но потом нечто происходит. И картинка эта искажается. Да, тут надо, значит, показать, что силы эти направлены во все стороны. То есть, это конкретные формы существующего. Вот. Но потом нечто происходит и картинка меняется. Спасибо. 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 Сейчас я поясню. То есть центр или исток творения остается тем же самым, силы те же самыми. А вот с планом представления что-то происходит. Почему-то по невыясненной причине вот эта линия представляемого, то есть это у нас в представлении Е, а это у нас представляемое. Ну как, так вот со звездочкой его обозначим. Каким-то образом непрерывность представления дискретизируется, разрывается. Представляемого. Непрерывность представления. Представление. Сверху представление? Да, да, да. Вот здесь представление, вот со звездочкой его обозначил. Это представляемое. Вот это представляемое. Там слова просто прозвучали, видимо, сбой был. Я. Нет. Вот это вот у нас представляемое. Уточнили. Уточнили. Теоретические представления. Уточнили. 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 образом действует на план представления. То есть искажают сущее. На план представляемого? На план, да, на план представляемого. Конечно, представление действует на план представляемого, то есть искаженные представления искажающим образом действует на план представляемого. Как в научно-теоретическом, так и в инженерно-практическом плане. И это искажение продолжается, 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 продолжается. И если чего-то не делать, то мир начинает разрушаться. И разрушится. И как бы сейчас весь мир находится вот в таком катастрофическом изменении. Без разницы, так сказать, в Германии там хорошая энергетика там или еще какая. Весь мир находится вот в таком катастрофическом изменении. А в чем катастрофа, говорят тут? В чем катастрофичность? В том, что человек не может существовать гармонично при таком положении вещей. В том, что между планом представления я. Он перестал понимать, что происходит? Да, в том числе. То есть между планом представления я и представляемого нарушена гармония. на схеме этого человека и не будет. Вот здесь катастрофа в представлении рождает искажение представляемого. Мы живем в искаженном мире. И кризис мировой, кризис то, что как бы нет никаких рецептов принципиального выхода из него. Этому свидетельство. Это что происходит? Это все к теме вчерашнего дня. Что происходит? Вот это происходит. Очень сжато так изображено. А можно вопросы по ходу? Можно. А какое имя имеет вот это вот пространство? Вот это? Вот нет, вот все вот это. Это мир сотворяемого. Мир сотворяемый? Мир сотворяемого. И сотворенное в том числе человек. С ним что-то произошло когда-то, я не знаю. Так что его план представления перестал находиться в гармонии с планом представляемого. А вот вертикальная стрелочка сверху, это что такое? Это силы. Вот эти стрелочки, это силы. Силы? Силы, да. Которые действуют как из центра творения, так и из каких-то других сфер уже сотворенных. То есть вот это, как бы сказать, грубо говоря, фрагмент мира человека. Фрагмент человеческого мира. Только фрагмент. А вот все-таки вертикальная стрелочка сверху, это что за сила? Ну, как бы, чтобы человеческий мир приобрел какую-то конкретность, какую-то конкретную форму, силы должны действовать с разных сторон. Я правильно понял, что верхняя, это условно, ну, можно сказать, интенциональность людей, не знаю, там, человеков? Вот это? Нет. Нет? Нет, 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 нет. Весь человеческий мир, он как бы изображен вот здесь. Ну вот я правильно понял, что вот тогда нижняя, это вот что-то, какие-то метафизические силы? Метафизичность, это, вообще говоря, план представления. Метафизика яркое свидетельство того, что представления человека о мире дискретизированы, равно как и трансцендентальность Канта. Вот она, трансцендентальность Канта. Но это зафиксированные искажения, зафиксированные. Это исток творения, скажем так, это исток творения. На игротехнику похоже. Исток творения. Вот. И вопрос, значит. Да, наверное. Вопрос. Нарисовать-то можно все, что угодно, сказать, ну, плохо у нас все, ну, плохо. Ну, что делать-то? Делать-то что? Делать-то что? Для начала хотелось бы все-таки понять про эти стрелочки. Я пока не понял, откуда они исходят. Скажем, нижняя, с этими, как-то понятно, что они исходят из вот той точки, я понял. Да. Исток творения. Ну, ладно, хорошо. А верхняя? Верхняя от чего-то еще сотворенного, что не является человеческим миром. Я не знаю. А космос, что ли? Нет, вот непонятно. Подождите, из какого космоса? Вот непонятно, откуда эта стрелочка? И непонятно, где все-таки человеки? Вот где находится это пространство, которое вы нарисовали? Или вот, ну, вот... Ну, грубо говоря, в человеческом писании можно сказать, вот это, как бы, что-то типа мира материи, это что-то типа мира сознания. Вот это сознание в его человеческой форме, которое нарушило свою гармонию с одной стороны с материей, с другой стороны с духом. Потому что человек сотворен свободным, и он свободен был принять в себя какие-то силы, посредством которых его план представления стал частичным, дискретизированным и не связывающим, непрерывным образом. Вот этому соответствует дискретизированная рефлексия. Вот тут рефлексия по научным основаниям, вот тут рефлексия по инженерно-практическим основаниям. А рефлексия непрерывная, связывающая эти планы, она есть у отдельных людей, называемых там святыми, там просветленными и так далее. Но это исключение, которое подтверждает правило. А у нас простых смертных, вот так. Я пока не понял про вертикальную стрелочку сверху. Пока не понял. Что это такое? Если честно, Саша, я сам про нее недопонимаю. Но по лодике она должна быть. Иначе вот это не будет собой представлять вот такую линию. Я правильно... Да-да-да, пожалуйста. Если я правильно понимаю, на мой взгляд, вот эта стрелка, которая сверху, допустим, на примере людей, которые жили там тысячу-две тысячи лет назад. Человек смотрит на небо, а там молния. Он же не знает, что это такое, с научной точки зрения не может объяснить. Он решил, вот есть какие-то боги, которые там, у них своя воля и они... Ну правильно, я примерно... Ты на основе этого там создавал уже мифы, которые на самом деле не объясняли точку зрения человека там с его позиции, но не суть вещей. Вот. И получалась вот такая вот искаженная... Точно совершенно. Вас как звать? Никита. Никита точно меня понял. Именно это я хотел сказать. То есть это воздействие на человеческий мир со стороны других сотворенных сущностей и так далее, и так далее. То есть это вот силы, которые оттуда действуют. А это непрерывное, значит, действие истокотворения. Нет. Это непрерывное сотворение, непрерывное сотворение. А это действие уже сотворенных сущностей. Ну вот, Никита меня правильно понял. Вот именно так. Дальше у меня у самого понимания прекращается, да? Пожалуйста. Пожалуйста. Сергей, я правильно понял, что человечество живет в иллюзорном таком недействительном мире, исходя из вашего договора? Ну, я бы так сказал. В искаженном. Ну, искаженный. Искаженный. Что-то недействительное. Я бы не умножал тут сущности представления. Вот иллюзорный он или не иллюзорный, я не знаю. Он конкретный, вот конкретный мир, но он неправильный. Может, как сказать, пути к решению этой проблемы лежат через осмысление человека себя как откуда я, то бишь, кто я и зачем я здесь. Правильно. Ответив на эти вопросы, мы, в принципе, уберем этот иллюзорный мир и придем к действительности. Нет, но тут нужно, полностью с вами согласен, но тут же нужно, как бы, дальше этот вопрос довести до понимания того, все-таки, что и как каждый из нас может реально делать. Реально делать. Пожалуйста. Соломейн Виталий, группа ВВ, ДМЭ. Константин Филиппич, правильно ли я понимаю, что вот эти вот разрывы в представлениях человека – это некоторое уже врожденное свойство или особенность… Какое свойство? Врожденное или это особенность уже психики человеческой генерировать такие представления? Это, грубо говоря, ну как это… Я не знаю, насколько оно врожденно, понятия не имею. Я сомневаюсь, что оно врожденно таким образом, что человек не может, грубо говоря, этого избежать. Просто ребенок, так сказать, становясь человеком, то есть реализуя рефлексивность своего сознания в программах становления социальных, да, в программах социализации, он воспринимает на себя эти искажения и сознание его формируется сразу искаженным. А тут я беру как бы конечные, то есть это вот нормативные формы, то есть научно-теоретическая, которая описывает мир частичным образом, инженерно-практическая, которая пересотворяет мир по своему, как бы сказать, произволу. То есть основания вот этих вот рефлексий, они не на гармонии зиждятся, рефлексии, которые породили инженерно-практические представления и научно-теоретические, они не на гармонии зиждятся, а на уже искаженном представлении, уже на искаженном представлении. То есть, грубо говоря, если дальше эту логику продолжить, да, то у нас должен встать вопрос грехопадения. Откуда это все взялось? Почему вдруг гармония, полнота мира и проявления сущностных сил, почему они исказились? Не знаю. Также у меня ответ на твой вопрос, он тоже тут прерывается. Я не знаю. Я только могу фиксировать, что вот эти вот сотворения человеком мира представляемого, происходит искаженным образом, искаженным. Тут не только научно-теоретические и инженерно-практические, тут вообще другие всякие еще представления нормативные. Но я для простоты взял два типа, которые имеют непосредственное отношение к нашей игре и к задаче дня. То есть научно-теоретические, без которых, без упоминания о которых невозможно обойтись, да, и инженерно-практические, поскольку, понятно, инженерно-практические, они есть во многом следствия вот этого. И тогда второй вопрос, если можно. Правильно ли я понимаю, что вот эта вот неразрывность представляемого, ее необходимо как-то преобразовать в представлениях, в какие-то отдельные куски действительности, то есть субстантивировать, чтобы потом иметь с ней как-то дело. Не в отдельные. Если мы будем преобразовать в отдельные куски действительности, мы получим умножение вот этой дурной сущности. Только путь целостного восстановления здесь возможен. И его нужно нащупать. То есть почему? Потому что как будто это основание гармонизации всего, оно никуда не исчезает. Человек просто сам своими искаженными представлениями блокирует свое взаимодействие с, как бы сказать, с мировой гармонией. Он не пускает ее в себя, в свое представление, в свою душу. Не потому, что он это делает сознательно, а потому, что он получил вот это по наследству. Спасибо, понятно. Тут вопрос есть от Сергея Норкина. Да. Вопрос Константину. Он как кто это рисует? Как Константин Гаврилов. Я надеюсь, он услышал. Можно еще вопрос? Константин Филиппович, вот вы сказали на первой семье, когда рисовали, что это развитие универсумальное. Я так понимаю, это, это вот этот процесс сотворения, когда стрелочки идут из точки, вот. И в этом смысле, я так поняла, вы вчера говорили, что там субъект развития, человек должен разрабатывать понятие развития, чтобы, как сказать, чтобы оно происходило, развитие, чтобы оно не искажалось или еще. Ну, вот я еще вопрос, то есть развитие, оно все-таки объективное или субъективное, или оно и так, и так? Понимаю. Значит, тут, конечно, у меня вот восприятие запутка такая происходит. Оно не объективное, не субъективное. Дело в том, что понимание человеком себя как субъекта, есть тоже вот эта вот ограниченность. Ограниченность, то есть это есть тоже ограниченные, ограниченные представления. То есть, грубо говоря, сама по себе субъектность, это есть, ну как это, исторически вырабатываемая модальность личности. То есть, тайна личности коренится, ну как бы сказать, в гармонии. Ну как вот, личность, личность Бога, да, она триедина. То есть, представляет собой неслиянное, неразрывное триединство трех начал. И там нет никакой субъектности. Нет. Субъектность это полумера. Чтобы, так сказать, не сойти с ума в этом клевом мире, человек называет свое действие вот таким субъектным или субъективным. То есть, здесь субъектность научно-теоретического толка. Здесь субъектность инженерно-практического толка. Самое главное, что устранить вот эти разрывы просто так. Ну как, хиппи, да, назад к природе, поехали в Индию, там, туда-сюда, Владимир Ильич, да, в Северный Гоа, поехали. Вот они так там и живут до сих пор. С вот такими бородами собираются там на площади и камлают, значит, камлают. А вокруг народ на них смотрит, смотрит. Смотает. Смотает восстанавливают. Вот, 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 вот. Так вот, они целостность не восстанавливают, потому что с вот этим при этом в мире ничего не происходит. То есть, вот, убежать от этого, убежать, закрыть глаза, плюнуть, это все равно, что совать голову в песок страуса. Вот, мы здесь, я думаю, страусиную позицию, ну, я лично против страусинной позиции, я ее не поддерживаю. Я считаю, что это трусливая позиция, закрывать глаза насущие. Нельзя закрывать этого дела. Ну, это я для себя. Кто-то считает по-другому, пожалуйста, я ничего не говорю. Что делать-то? Вот ведь главный вопрос. А можно вопрос еще? Вот, извините, пожалуйста, я правильно понял, что развитие, это вот ликвидация вот этих вот в плане представляемого вот этих вот, как там, не знаю, ямок? Уменьшение постепенное действия плана представляемого. И если здесь будут происходить изменения, и рано или поздно вот эта дискретизация исчезнет, то, соответственно, исчезнут и ямки. Вот эти ямки просто так закапывать бесполезно. Я понял. Где здесь, собственно, развитие? Еще раз, пожалуйста, укажите, где развитие. Сейчас, минуточку. Значит, развитие тут нужно подразделить на несколько типов. То есть, скажем, универсумальное развитие, оно как было, так и есть. Ну, грубо говоря, скажем, возьмем семечко дерева, да? В нем, вот сколько на него ни смотри, нигде там программу его развития не найдешь. Но если ты его бросишь в соответствующую почву, то, скажем, семечко сосны вырастет точно сосна. Не береза, не человек и вот не лесенка вот эта вот тренажерная, правильно? А именно сосна и ничто иное. То есть, это можно назвать универсумальным развитием. Хотя, как бы сказать, ну, это как бы, это есть сотворение. Так оно, так оно, можно называть развитием, можно не называть. Для исправления вот этих вещей нужно другое развитие, восстановительное. Почему? Потому что воспроизводство вот этого основано на воспроизводстве вот этих дискретизированных типов рефлексий. Я правильно понял, что для вас, собственно, развитие это восстановление? Это второй тип развития, восстановительный, обязательно. То есть, прежде всего, восстановление. Другое дело, как оно может происходить и на какой основе? Вот, вот, поэтому нужно чертить еще третий план. Значит, вот это, это третий план. Это тоже план, представляемого, представления. Представление, только я его обозначу так вот, R с ноликом. То есть, грубо говоря, это представление, восстанавливающая целостность. Но оно каким-то образом должно быть связано с вот этими искаженными представлениями. И каким-то образом импульсы вот этого должны появляться. То есть, поэтому, значит, вот... Каким-то образом нужно рефлексировать на личные научно-теоретические представления и на личные инженерно-практические представления таким образом, чтобы происходило уменьшение вот этой дискретизации. И основание этой рефлексии, не вот эти вот разрывы. То есть, у науки, как бы сказать, основание науки, скажем, нового времени, это именно субъект, объектная, как бы, картина действительности. То есть, когда человек представляет себя неким действующим на объективную реальность с субъектом, это и есть разрывность, которая является основанием воспроизводящим дискретизированную рефлексию научно-теоретических представлений. То есть, это галилеевская картина мира. Это кантовская картина мира, на которой, значит, основана наука нового времени и, соответственно, инженерная практика, которая появляется, естественно, позднее. Вот, а основание этой рефлексии, оно никуда не делось. То есть, человек, личность непосредственно может обратиться к истоку творения, но обратиться таким образом, специфическим, это и происходит многократно в истории, так сказать, и на этом основаны религии, но обратиться таким образом, чтобы восстанавливающую рефлексию направить на уменьшение вот этих дискретизирующих вещей. То есть, в этом смысле восстановительное развитие может пониматься, как такой переход, то есть, рефлексия дискретизированная будет переходить в рефлексию полную. То есть, это мы отрефлексировали, поквакали и в тину, да? То есть, это рефлексия дискретизированная. Так она происходит у нас. И есть рефлексия непрерывная, которая происходит непрерывно, когда человек мыслит и одновременно видит свое мышление, как там описывают просветленные люди. Ещё вопрос. Сергей, значит, да, я услышал. Это был вопрос Владислава Ивановича Редюхина. И мы оба повторяем вопрос по схеме. Как кто, Константин рисует, и отвечать надо, исходя из того, что выложено на схеме. Там нет кости в этой схеме. Я считаю, что человека на этой схеме не должно быть. Мы не на схеме, мы в жизни. Поэтому я говорю не как человек на схеме, а как реальное живое существо мужского пола, 58 лет. Константин Филиппович говорил. И попрошу больше от этих вопросов мне не задавать. Так и передайте. Сергей Михайловичу и Владиславу Ивановичу. Вопрос задают на уточнение. Он представление или представляемое? И то, и другое. Слышу, слышу, ещё пишу. И то, и другое. Но и большее этого, большее этого. Я не знаю, что я такое. Если бы я знал и мог видеть себя, тогда у меня была непрерывная рефлексия. Да. Не знаю я, кто я. Не знаю. И отстаньте от меня с этими вопросами, уважаемые коллеги. Фиксирую либо разрыв, либо недобросовестность в вашем ответе. Недобросовестность. Две минуты назад вы очень точно сказали, кто вы, вплоть до указания возраста. А теперь говорит, не знаете, кто. Вы как-то сведите концы с концами? Нет. Я знаю, ещё раз повторю, сколько мне лет. Знаю, что у меня есть имя и так далее. Но свою сущность, кто я по сути, я не знаю. Может быть и можно каким-то образом своё представление о себе переносить на схему. Но схема есть тоже представление. То есть, я так понимаю, что для того, чтобы попасть на схему, сначала нужно запустить механизм восстановления. Пока он не запущен, чем больше я буду себя переносить на схему, тем больше я буду вот эти вещи усиливать. А тут у меня самоопределение происходит и соответствующий выбор. То есть, либо я это делаю, либо я это не делаю. То есть, грубо говоря, тот... И вот, как бы сказать, при научно-теоретическом представлении, ведь при таком исправлении они не перестают быть научно-теоретическими. Они просто становятся иными. И вот это и в таком случае является основанием понятия развития восстановительного. Потому что его нужно реально делать. И вот, больше того, тот, кто вот это вот восстановительное развитие, тот, кто им не занимается, соответственно, не разрабатывает, воплощает понятие развития, тот, как бы сказать, пассивным образом потворствует злу. Так, получается, по логике. Еще две фразы. Это настоящий ответ, и каждому следует его очень точно понять. Мало кто знает, кто он по сути. Я очень благодарен Константину искренне. Это кто сказал? Ну вот, написал Сергей Норкин. Спасибо, Сергей. От себя или от Редюхина. Да. Можно еще вопрос? Да. По схеме. Я правильно понимаю, что представление, которое характеризуется непрерывной рефлексией, оно как бы изображено не совсем точно относительно положения вертикальной стрелочки, которая сверху появляется. То есть, если я правильно понимаю, то оно наряду с представлением, которое характеризуется дискретизированной рефлексией, больше подошла бы трехмерная картинка, нет? Ну да. Оно над стрелочкой нарисовано, да? Оно существует одновременно. Оно существует одновременно. То есть, оно наряду, но в другой плоскости, так? Ну, ну как бы да. То есть, по существу ведь, вот смотрите, я говорю про непрерывную рефлексию, а сам в ней не нахожусь. Каким образом у меня такая картинка сложилась, я не знаю. Но вот сложилось так. То есть, как-то надо это изобразить, какие-то опоры создать. Самое главное потом, будет это иметь практический выход или нет. Потому что, если оно рано или поздно, я глубоко обижаю, все равно будет иметь практический выход. Но это зависит от каждого, кто каким-то образом к этому относится содержательно. То есть, я могу вот так вот это, так сказать, проквакать, а потом опять втяну. Понимаете? То есть, я могу эту ответственность на себя брать, могу не брать. Потому что взять-то ее можно только осторожно. Потому что, если я ее возьму не в соответствии с вот этой гармонией и не в соответствии с гармонизацией, да, то я тоже буду думать, что я делаю благое дело, да, как вот большевики, а на самом деле усиливать зло искажения человеческой природы. Поэтому это очень такая осторожная и обязательно коллективная должна быть процедура. Потому что, как бы, я не гуру, нет у меня непрерывной рефлексии. Поэтому есть пределы, есть ограничения, переходя которые, как бы, я неизбежно думаю, что делаю хорошо, делаю плохо и не вижу этого. Понимаете? В этом смысле, чем, как бы, характерен коммуникативный круг? Смотрите, что-то типа пазла. Вот если мы образуем такой вот коммуникативный круг, да, где каждый, находясь в дискретизированной рефлексии, какой-то вклад вносит в общий рефлексивный контур коммуникации. Другой человек другой вклад вносит. И таким образом у нас получается динамическая такая рефлексивная картина, где она большей мощностью обладает, чем рефлексия каждого. Если такая картинка сложится, то наше движение получит собственную опору. Самое главное, чтобы оно не замыкалось на себе, не превращалось в секту, а имело практический выход, то есть было направлено на научно-теоретические представления и на инженерные практические. Скажем, что делать с роботами? То есть какое значение роботы, к примеру, имеют в гармонизации мира, в гармонизации вот этих вот отношений? То есть если на этот вопрос не отвечать, а они так и будут, так сказать, слугами шестого технологического уклада. Ну то есть вся вот эта технология, она сейчас бурно устремилась, как в унитаз, значит, когда дёрнули эту самую, прямо в человека. То есть киборгизация происходит. Даже он этот, говорят, написал Ходлинг. Я типа первый киборг, вот он книжку написал там одним пальцем. То есть вещи-то такие. Да. Можно сейчас присядь? А вот какие-нибудь ещё другие типы развития существуют, кроме вот восстановительного и универсимального, которое можно не называть развитием? Коммуникативное. Коммуникативное. То есть по... То есть развитие рефлексии, получается, или как? Да, 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 да. Развитие рефлексии по принципу, оно может быть и индивидуальным, то есть индивидуально человек может, так сказать, стать святым и просветлённым. Но я говорю именно о коммуникативной рефлексии. В этом смысле надо выделять. Вот универсумальное развитие, так, восстановительное развитие, так, и обязательно коммуникативное развитие. Потому что вот это, это уже как бы, ну как бы, одной воли не создашь. Тут нужно какое-то взаимопонимание и как просто, как дом из терпичиков, как бы сказать, не сложишь. То есть тут какая-то другого рода коммуникативная деятельность нужна. Но если её не будет, то скорость сотворения, грубо говоря, зла, она, конечно, обгонит любые усилия. Микрофон дайте. Правильно я понимаю, что одним из основных искажений, ну вот как представление, так и материальные реализации этого, представление будет вот в нашем мире денежно-ориентированная экономика. То есть когда ресурсы могут быть, а денег не хватает, и, допустим, люди могут сидеть голодать, когда полным-полно еды, ну и так далее. Конечно. Это последствия сдерживания развития. Получается, что как бы выходом из этой ситуации будет переход к ресурсо-ориентированной экономике. Я не знаю. Это вопрос. Это я просто недавно, ну относительно, нашёл, узнал о проекте Венеры, который как раз предлагает переход от денежно-ориентированной экономики к ресурсо-ориентированной. Очень интересная штука и думаю, очень полезно будет ознакомиться и даже как-то помочь в его развитии, потому что... Наверное, что-то типа такого. Сегодня надо вечером это обсудить тогда? Тут ведь принцип-то какой. По теме дня, если. То есть товарно-денежная экономика основана на денег. Она почему, так сказать, вот это дело усиливает? Потому что, как бы, ну деньги как универсальный эквивалент, да, они, так сказать, представляют собой знаковый отрыв вот от представляемого. И человек сотворяет себе ещё иллюзорную действительность, где, как бы сказать, перекачиваются деньги, поэтому кризисы происходят, скажем, тот же самый. Пузырь возникает, он неизбежен. А если, как бы, вот на ресурсной основе экономику строить, но при этом строить её таким образом, чтобы, то есть через конкретные действия, через конкретные теоретические модели и через конкретные схемы и методы инженерно-практической реализации, реализующий, вот, отношения коммуникативные экономики на ресурсной основе, чтобы вот одновременно с этим происходило. То есть, да, то есть это как бы вот, то есть я вижу, что вы меня понимаете. Да, ладно, спасибо. Пожалуйста. Константин Филиппович, могу я так понимать самый первый кусочек, и я попытаюсь отнести это к теме сегодняшнего дня, потому что, мне кажется, сейчас мы уже заговорили о теме завтрашнего дня, об анализе причин. Немножко туда зашли, да? А, к теме первого дня, поэтому обращаясь к самой первой части выступления, если мы понимаем мир человека как мир в его мышлении и деятельности, да, так говорил Георгий Петрович, то вот эта схема, она отражает эту вещь, когда наши представления, вернее, разрывы в наших представлениях возникают, да, а человек начинает действовать в соответствии со своими искажёнными представлениями о мире, и тем самым он искажает мир, в силу того, что он действует с искажёнными представлениями. Да, 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 да. В этом смысле сама деятельность, она тоже является искажающей, основанной на искажённых представлениях, поэтому, как бы сказать, вот этот цикл восстановления, он является совершенно необходимым. И это есть тоже деятельность, между прочим, тоже деятельность. В этом смысле, как бы, но это деятельность возвращения к гармонии с истоком творения. Вот дело всё в чём. То есть, когда это восстановительное развитие будет закончено, то и деятельность, как таковая, исчезнет. Ненужный термин останется. То есть, останется действие сотворения. Что там будет, понятия не имею. Понятно, да. Понятно. В том числе, они могут быть и самоубийственны. Нет, я думаю так. Я приведу пример. Вот мне кажется, что иллюстрация здесь годится. А может быть, и не годится, чтобы поточнее понять. Как-то в школьные годы услышал такой рассказ, прочитали нам в классе. Рассказ такой, шла яхта по морю, перевернулась. Шторм был. Деревянная. И там публика, которая пребывала там, она оказалась живая, но вот в перевёрнутой яхте. Потом шторм успокоился, и они решили, собрались все где-то вместе, нашли топор, решили прорубить дыру в днище, которое стало потолком, и выйти наружу. Рубили, 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 увидели лучик света, резкий, солнце, день в море или в океане. И одновременно услышали свист. Кто-то сообразил, это же воздух выходит, мы сейчас будем рубить, мы утонем. А раз он сообразил так, как они решили изменить способ спасения, они стали выныривать, но набравши воздуха, сделав гипервентиляцию, они пробирались как бы вниз, то есть вверх, яхты по выходу и выныривали. В том числе и детей за собой вытащили. Но один был там, боцман что ли, такой крепкий парень, он сказал, я буду рубить. И когда они уже всплыли, и там плыли куда-то по морю, они долго еще слышали стук топора и видели погружающуюся вниз яхту. Вот это не иллюстрирует тот случай, когда неверные представления приходят к губительным действиям. Да, именно. И именно тут нужен обходной маневр. Обходной маневр. То есть не ломиться с топором вот сюда, потому что это, ну как бы, ну как сказка про дракона иначе получается. То есть если напрямую считать, что кто-то является носителем правильных представлений, нет их, их надо вырабатывать. Причем в коммуникации просто другого пути нет. Ну вот у меня так. Спасибо. По логике так выходит. Пожалуйста. Я еще несколько слов хочу сказать тоже по теме дня. Небольшое у меня будет такое сообщение. Вчера, вернее, сегодня ночью я решил поискать в интернете что-то по теме практически и вчерашнего дня и ближайших дней. нахожу по теме проблемы и перспективы развития энергетики ролик в ютубе. Смотрю, автор Курочкин. И там наше действие выступает профессор Позделин и говорит проблемы из-за составных фондов и так далее. Такие же подобные вещи знакомые. Я думаю, что-то знакомое. Я же только что слышал это буквально вчера вечером на плену и ругался по этому поводу. Что-то не то. Вот я хочу разобраться. Да, профессор говорит те же самые вещи. Я там не ругался, видимо, из вежливости. Я думаю, вчера стало, может быть, уже понятно. Понятное основание моих возражений. Почему мы вот это не должны говорить, а это должны говорить. Но вот я хотел бы это просто подчеркнуть. Георгий Петрович, а раньше не было флипчартов, не было презентаций, работали на доске мелом, рисовали все свои тезисы, схемы. И он часто повторял, цитируя кого-то, фразу «Много мела, а где мысль?» Я вас призываю, собственно, к этому же. Ну, например, в презентации можно мысли выделить цветом, а остальное, например, информация. И тогда в докладе «Умной энергетики» на первом слайде маленькое второе предложение можно было бы выделить красным, а все остальное черным. Это информация, это мысли. Тогда легче было бы разобраться. Иначе следишь, следишь за информацией. А мысль-то когда будет? А она была в начале, например. Я думаю, что если мы начнем обращать на это внимание, различать. Что такое различать? Я не сразу понял фразу, вернее, она меня ошарашила, когда Георгий Петрович как-то сказал. Некоторые думают, что они мыслят. А для меня думание и мышление тогда было одно и то же слово. Как это можно понять? Некоторые думают, что они мыслят. Вот с этим надо разобраться. С этим надо разобраться и, собственно, перейти к тому, над чем стоит задуматься. Хотя факты сами по себе тоже заставляют задуматься, и они тоже нам нужны. Но надо понимать, что мы делаем какие-то выводы из перечисления фактов. И перейти к более продуктивной работе сегодня. В этом смысле вчерашний день был не зря. Такой слив информации об энергетике, о том, что происходит в энергетике, если мы начинаем, как-то опираясь на эту информацию, задумываться, пересмыслять ее. И вот я хотел бы обратиться к тому вчерашнему одному графику, где рисовали электропотребление. Там был такой график. 90-е годы. Сначала падеж, электропотребление, потом какой-то рост, потом кризис 8-го года, 9-го года, потом снова рост. И сейчас вот где-то мы здесь находимся. И непонятно, какой прогноз уровней электропотребления нас ждет. Но на основе этого прогноза мы строим программы развития энергетики. Это традиционный метод. Мы знаем, сколько потребуется электроэнергии. Мы, соответственно, строим необходимые мощности, сетевые, генерирующие. Так устроены принципы, вернее, вот такие принципы, на которых строится вот та работа, которая сейчас называется схема и программа развития энергетики, в том числе Свердловской области. Надо отметить, что рядом с этим графиком надо же рисовать еще и то, на что влияет энергетика. Вот если бы эта группа нарисовала, картинка была бы лучше, иллюстрировала. Да, на самом деле вот эти вот колебания, это ближайшая история в энергетике, например, Свердловской области и нашей страны, которую мы пережили. Она ведь отражает что? В ней отражается. Как-то Гайдар сказал очень правильно, когда он уже основал институт проблем переходного периода и работал после поста премьер-министра в нем, а тогда была гиперинфляция, и тогда сравнивать деньги с деньгами было очень сложно, потому что они совершенно быстро менялись, потом динаминация была. В деньгах измерить, что происходит в экономике было очень сложно. И он говорил, самый точный измеритель того, что происходит в экономике, это электропотребление. Вот киловатт-час это такая более честная единица измерения того, что происходит. Но она, конечно, интегральная. А если мы бы смотрели, что происходило с уровнем здесь тогда валового регионального продукта, то есть одного из показателей, отражающих состояние экономики, то мы бы увидели, конечно, что у нас падение экономики было еще более существенным и темпы его, и глубина его, чем падение электропотребления. Это, кстати, говорило о том, что и энергоемкость тоже ухудшалась, в смысле увеличилась. А потом шел рост там какой-то, какой-то рост. Я вот не знаю, честно говоря, не соброшусь сверху или снизу это нарисовать, но во всяком случае есть вот такие вот сообщающиеся курсы. Куда экономика, туда и потребление. Конечно, растет экономика, растет. Растет электропотребление вследствие его. Потому что требуется ресурс, в том числе электроэнергия. И можно было бы вот таким образом изобразить динамику происходящего. Вот этой динамики происходящего, что изображено? Скажем, вот в этой вот. Рост или развитие? Если мы уже говорили, что эти слова разные, то во всяком случае, наверное, можно говорить о росте. Я бы говорил тут о росте. И мы сегодня можем наблюдать рост экономический, вот во всяком случае, в нулевые годы. И рост электропотребления. Этот рост говорит нам о том, что надо строить новые мощности, надо подстанции строить, линии электропередач, электростанции. И мы называем это программой развития энергетики. Я сейчас попробую нарисовать схемку, которая как-то иллюстрировать будет то, что у нас сегодня есть. Возьмем так. Свердловскую область. Постоянно рисую эту схему. Но вот не лишнее как-то, к какому-то образу обращаться. Если показать только сеть 500, а она была создана у нас еще до 90-х годов в нашей области, существовала, я считаю, очень развитая энергосистема. Она долго складывалась, долго строилась, но отвечала потребностям и задачам того времени, когда она создавалась. Она создавалась и довоенные годы. Есть книги, как строили Среднеуральскую ГРЭС. А у нас здесь еще и Горшинская ГРЭС. То есть это объекты еще плана ГОЭЛ-РО. После этого на нее наслаивалась уже сетевая структура, объединяющая эти энергоисточники. Появилось напряжение 110 кВт, потом 220 кВт, потом 500 кВт, над ним, который я сейчас рисую. Можно говорить в этом смысле о развитии энергосистемы. Последний я был молодым специалистом и проектировал вот эту линию Тагил-БАС. Подстанция 500 Тагил, подстанция БАС. Это было страшно подумать, в каком году. Ревтинская ГРЭС. Строилась, когда я пришел на работу в Уралэнергосеть проект, вторая линия Ревтинской ГРЭС-Тюмень. Уже были, существовали Южная Шагол, Ревт Козырево, Южная подстанция Воткинская ГЭС, Тагил-Калина. И вот в конце своей карьеры проектировщика я запроектировал линию Северная БАС, которая была построена два года назад. То есть 20 лет лежал проект, можно сказать, на полке. Условно говоря, 20 лет мы заморозили, как я считал, развитие энергетики. То есть в то время, когда упали уровни электропотребления, собственно, у нас мощности разгружены были. И трансформаторные мощности были разгружены, и генерирующие мощности. Там коэффициент использования был порядка 44% в эти годы. То есть было не загруженное оборудование. В это время говорить о том, что в 2003 году будет крест, когда нам мощностей электрических 9300 мегаватт у нас стояло, не хватит, чтобы покрыть нагрузки, а нагрузки были порядка там 6000 мегаватт, наверное, максимум. Мне казалось это странным, когда говорят такие вещи. Но в принципе я соглашался. Говорю, да, строить же надо электростанции. Когда-нибудь же все равно, мы же будем расти как-то. Будем расти, будет расти электропотребление, будут расти уровни электропотребления. Надо строить электростанции, иначе их когда-нибудь не хватит. Надо потребоваться 10, 11, 12 тысяч мегаватт в области. А мы не готовы. Поэтому надо привлекать инвестиции. Почему-то говорилось тогда еще про иностранные инвестиции. Ну, может иностранные. Но строить-то надо, раз своих, например, нет. Или есть, непонятно. И вот эта картина, она стала меняться. Еще при Чубайсе была построена подстанция Емелина, которая должна была запитать три металлургических завода в Полевском, Пероуральске и в Нижних Сергах. Один из них, правда, не состоялся. Но сеть 220 кВ отсюда была построена. Таким образом, мы видели, ну, наконец-то что-то началось. Строилась эта подстанция, ну, достаточно хорошими темпами. Реально все энергетики увидели какой-то праздник. Вот много-много лет ничего не менялось, и вдруг появляется одна линия, один объект. Потом появляется второй объект, Северная база. И появились новые компании в энергетике, и появилось Министерство энергетики. И вот мы оказались причастны, сотоварищи, сидящие здесь, к формированию программы развития энергетики. И сейчас мы ее создали, утвердили правительством области. И у нас много тут уже радующего нас есть. У нас есть представление о том, что будет расширяться, модернизироваться блоки Рефтинска ГРЭС, мощность ее будет увеличиваться. У нас будет появляться на Белаярской АЭС сначала блок БН-800, почти 900 мегаватт, а потом блок еще 1200 мегаватт, а потом еще, видимо, блок 1200 мегаватт, чтобы закрыть БН-600. И у нас будет из трех блоков крупная электростанция. Видим мы такое развитие, или прирост мощностей во всяком случае. И там схема выдачи мощности. Сначала там южная, шагол, шлейфом будет разрезаться. Надо же выдавать уже в сеть 500, через 220 уже это не выдашь. Это значит сетевое развитие нас ждет. Оно, кроме этого, будут строиться новые электростанции, ТЭЦ Академическая, она уже строится здесь. Будет строиться новая, новые мощности, наверх, Тагильская ГРЭС, вот здесь, это когда-нибудь, наверное, тоже будет в сеть 500 выдавать. Придумано уже строительство электростанции Демидовская, 1320 по мегаватт, ну, 1300 по 650 блоки, два блока построены. Рядом с Серовым, с базом, будет построено новый блок БН-420, на БН, говорю, ПГУ, ПГУ-420, на Серовской ГРЭС, еще один блок, будут выведены эти мощности, и на Новобогословской ТЭЦ, на Нижне-Туринской ГРЭС появляются новые блоки. Короче говоря, наша карта стала радовать нас. Мы сложили эту картинку, как пазл, и говорим, вот оно, развитие энергетики. И все бы хорошо, но что-то нехорошо. Что-то нас в этом нашем творчестве не удовлетворяет. Может, просто потому, от того, что во всем нашем творчестве мы использовали клей и ножницы. То есть мы взяли этот пазл, сложили из того, что хотели построить энергокомпании, или хотят и планируют. И сложили, и положили вот такую картинку. А почему она так развивается, не очень ясно. Например, зачем нужна вот эта электростанция? Не очень ясно. Когда мы смотрим в балансах, у нас зашкаливает за 13-14 тысяч мегаватт, уже установленная мощность. Даже при том, что мы, наконец, начинаем массовый вывод старого изношенного оборудования. Все равно непонятно, зачем такие уровни мощности. Нам говорят, энергосистема – это единая энергосистема, а не Свердловская область. Скушают, мол, соседи. Челябинская же область есть. Но в прошлом году у нас выступал тот Абрамов и говорит, знаете, какая тенденция? Все строят мощности. Все хотят быть избыточными. И, похоже, нас ждет перепроизводство установленной мощности. Такая тенденция. Можно ли перепроизводство назвать развитием? Вопрос. Я бы хотел здесь обратить внимание на такую вещь. Что мы тут еще говорим о том, что растут тарифы, и это тоже очень нас не радует. Нас, потребителей, не радует, вернее. Нас, энергетика, как мы говорили, по-другому к этому относиться могут. Если говорим мы про рост валового внутреннего продукта или валового регионального продукта, то это вообще-то рост. Развития тут, наверное, нет еще пока никакого. Особенно, когда этот рост идет на фоне таких же темпов роста электропотребления. То есть такой экстенсивный рост. Чем больше производим, больше чего-то производим. И это не плохо, не хорошо, это просто вот такое явление. А вот если мы при таком росте снижаем уровни электропотребления, а еще, если мы так организуем свою деятельность хозяйства на территории нашей страны или области, что мы можем обеспечить совершенно другую картину, когда вот этот экономический рост будет идти на фоне снижения ресурсопотребления, электропотребления, энергопотребления в целом, то вот эта картинка, она будет, наверное, сильно отличаться от этой картинки, к которой мы сейчас привыкли. Мы понимаем, что они куда рост экономический, туда и, соответственно, энергетики. Когда она будет качественно отличаться, тогда, наверное, можно будет говорить о качественных изменениях. Вот я просто прохотел обратить внимание на то, что сегодня мы вот этой картинки, конечно, еще не имеем пока. И когда мы будем говорить о прогнозах, то надо говорить о прогнозах последствий неизменения вот этой картины. В первую очередь я бы попросил вас задуматься. Непонятно, конечно, до чего мы додумаемся, но сегодня день, на мой взгляд, день относится в том числе к прогнозированию. А что будет, если не то, что ничего не делать, если все делать так же, как мы и делали до сих пор? Ну, примерно вот в этом, вот мое послание к сегодняшнему дню. Давайте попробуем подумать, что будет, если мы будем продолжать делать то, что делали. Иногда это очень даже хорошо. Даже, кстати, вот эти годы мы вообще-то выбирались из ямы. Многое стало лучше, заметно. Но о продолжении этой тенденции, оно имеет свои какие-то последствия негативные. Вот об этом сегодняшний день. Есть какие-то вопросы? Или это более-менее ясно? Володимир Ильич, нет каких-то еще добавлений? Ну что, тогда за работу, товарищи. До встречи вечером. Субтитры сделал DimaTorzok